МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опыт бесчисленных поколений доказывает Одна женщина – это раздор среди мужчин Две женщины – это час обсуждения отсутствующих подруг Наконец, 11 женщин – непрекращающееся соревнование за право называться самой-самой Самой очаровательной, самой красивой, самой элегантной Ну а если попробовать перенести вековой опыт применительно к сегодняшнему дню 11 красивых женщин – это конкурс «Мисс Рождество-99», который 10 января прошагал, протанцевал, прошелестел по уютному залу абаканского ресторана «Хакассия» Все-таки люди, однажды придумавшие феномен под названием «Конкурс красоты», были не просто эстетами, а где-то даже гурманами Есть что-то невыразимо волнующее уже в первых моментах предконкурсной лихорадки Сценарий уже известен и платья готовы, но каждая из претенденток еще и еще раз проигрывает вариант предстоящего триумфального выступления Не особенно пытаясь скрыть волнение начала Вы сейчас волнуетесь? Ну да, есть Перед конкурсом А как вы справляетесь обычно за своим волнением? Надо глубже дышать Что вас подвигло на то, чтобы принять участие в этом конкурсе? Я люблю новые дела и хотела испытать новые ощущения Чего вы больше боитесь, камеры или самого конкурса? Вы говорите, что вот я боюсь, я стесняюсь Ну это я просто так говорю, я не боюсь ничего Пока 11 красивых девушек только собираются посоперничать за титул первой красавицы У нас есть хорошая возможность вспомнить, как же все это собственно начиналось Дело было так Супер оригинальная идея водрузить сияющую корону на голову одной из тысяч местных красавиц Родилась у ребят из рекламной группы Шанс Как известно, определенного рода примеры всегда бывают очень заразительны И шансовцы в мгновение ока нашли кучу единомышленников В лице коллег с 7-го абаканского телеканала и радио Сибирь Профессионалов красоты из салона Еврошарм Уже упоминавшегося коллектива ресторана Хакаси И многих-многих других Кстати, по ходу подготовки идея конкурса получала все новых и новых сторонников И в результате около полутора десятков абаканских компаний и фирм Так или иначе поучаствовали в подготовке рождественского действия Впрочем, о каждом из них сегодня еще будет сказано Как в таком количестве красивых девушек не потеряться мужчине? Безумно трудно Это было, правда, очень трудно отбирать из лучших, самых лучших Очень трудно это было Ну и все, добавить нечего Самой главной идеей рождественского балла можно считать вопрос чести Рекламной группе «Шанс», успевшей подосмотреться на массу хороших и разных конкурсов Очень хотелось, чтобы в этот раз абсолютно все было действительно по-честному Во-первых, чтобы получился праздник, а не коммерческое шоу Чтобы победительница определялась по правде, а не из каких-нибудь далеко идущих соображений И, наконец, чтобы каждая из участниц просто могла почувствовать себя центром вселенной Соответственно, и отбор возможных конкурсантов с самого начала велся самым демократичным способом Если это понятие вообще здесь применимо За полтора месяца до финала «Шанс» призвал всех желающих присылать в редакцию свои фото Затем публиковал их на своих страницах И уже потом, с учетом мнения читателей, пригласил 11 наиболее эффектных девушек побороться за звание абсолютной чемпионки Определиться с 11 финалистками было непросто Ведь фотографии в газету представили более 200 жительниц Абакана, Черногорска, Минусинска, Саиногорска и Черемушек Но все, в конце концов, было сделано Платья пошиты, волосы уложены, гости приглашены и подарки готовы Неудержимо надвигался финал конкурса красоты «Мисс Рождество-99» На что вообще, я не спрашиваю о том, как вы оцениваете, допустим, собственные силы и рассчитываете ли на какое место Но вообще, вот от этого конкурса, после того, как он закончится, как вы думаете, ваша жизнь изменится как-нибудь? Наверное, чувство уверенности в себе будет побольше Вы знаете, есть масса девушек, которые хотели бы участвовать в таких конкурсах, но все никак не решаются А вот вы могли бы, так скажем, новым зрителям что-то либо посоветовать, либо пожелать участвовать или не участвовать? Вы знаете, мне тоже было нелегко решиться на это Но все-таки я... ну просто у меня было желание, я решила Но я советую всем девушкам, у кого есть желание Значит, просто они должны... все-таки должны пойти на этот шаг Кстати, следует сообщить нашим зрителям, что на конкурсе «Мисс Рождество» не была определена одна из победительниц В номинации «Приз зрительских симпатий» И сделать это, уважаемые зрители, предстоит именно вам Чтобы вам было проще, организаторы конкурса пустились еще на одну маленькую хитрость Предложили каждой из участниц по одному более или менее каверзному вопросу Дали время немножечко сориентироваться И потом в присутствии телекамеры требовали ответов Вопрос был таков Некоторые девушки жалуются, что мужчины боятся к ним подойти Были ли у вас подобные трудности? Ну, вы знаете, я бы не назвала это трудностями Потому что я считаю, что если мужчина не может подойти То, в принципе, на это должны быть какие-то причины Ну, я считаю, что по мне можно понять Умный мужчина, по крайней мере, поймет, стоит подходить или нет Поэтому любая женщина может показать своим поведением Что есть у него шансы на знакомство или нет Итак, Вира, ваш вопрос был, если я не ошибаюсь С просьбой назвать женщину, являющуюся, на ваш взгляд, символом красоты в нашем столетии Ну, я думаю, это была, к сожалению, Диана Она была символом не только красоты, но и ума И еще очень много других качеств у нее было Я думаю, что это Диана Что бы вы предпочли получить в подарок от любимого человека? Кольцо, огромный букет или серенаду под окном? Я предпочла бы получить от любимого человека, наверное, серенаду под окном Но меня бы еще устроил большой букет Вообще, все вместе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Олл, 25 лет, большая поклонница вождения машины, приготовления еды и музыкального радио. Хочет родить двух или трех детей и при этом всегда оставаться молодой и красивой. Итак, осталась самая малость. Отсовещавшиеся жюри готовы назвать имя самой красивой девушки Бала. Сначала давайте от спонсоров конкурса цветы и подарки каждой участнице. А для начала мы сейчас попросим пройти вперед четырех участниц, набравших наибольшее количество баллов. Я зачитываю в том порядке, в каком они у нас были в списках, по которым мы выставляли баллы. Просим пройти вперед. Женю Печенкину. Руслану Граничкину. Ирину Нейстерову. И Настя Ковалинская. А теперь наступает самое интересное. Значит, четвертое место в нашем конкурсе «Мисс Рождество» получила Ирина Нейстерова. АПЛОДИСМЕНТЫ Приз от рекламной группы «Шан». И аплодисменты, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место заняла Руслана Граничкина. Приз от «Телекорпальный Сибирь». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе место в конкурсе «Мисс Рождество» заняла Евгения Печенкина. Приз от салона «Еврошара» вручаю королевой красоты, победительницей конкурса «Мисс Рождество» и обладательницей приза от фирмы «Спектр фото Утебки» в Египет стала Настя Ковалевская. Аплодисменты вы на замечательный вечер стекать не должны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ